В эфире студия 7. Я Максим Гуревич. Здравствуйте. В Красноярске на базе Сибирского федерального университета будет открыт Институт киноиндустрии. Буквально на днях стало известно, что его директором назначен Василий Нелюбин. Именно поэтому сегодня у нас он в гостях. Василий Владимирович, рад приветствовать киноиндустрии. Не кинематографии институт, а именно киноиндустрии. Почему так? Потому что мы будем готовить кадры для киноиндустрии. Сегодня такая задача стоит. И перед высшим образованием, в целом об этом говорил и президент, и представитель правительства. Все-таки мы должны готовить не абстрактных людей, которые хотят, могут, очень одаренных снимать кино. А мы должны подготовить людей, которые пройдут у нас курс обучения, получат диплом и сразу же будут встроены в индустрию кино. Потому что дефицит кадров существует, и мы эти кадры должны готовить. Это связано и с профессиями, потому что мы не будем абстрактно какие-то, так сказать, придумывать вещи высокие, поэтические. У нас есть запрос киноиндустрии. Сегодня самыми дефицитными являются сценарист, является кинооператор, режиссер монтажа. То есть люди, которые могут работать в процессе создания кинопродукта, правильно? Да, это связано в том числе, и вот, честно говоря, в киносреде российской, называют это красноярским феноменом, о том, что здесь за два года смогли создать такую реальную региональную индустрию. Есть такой критерий у продюсеров. Если в регионе снимается больше 100 съемочных дней в году, 100-120, смен они называют, то это дает возможность для местных, талантливых, молодых и не очень молодых людей, которые хотят заниматься кино, быть обеспеченными работой. В этом году, я просто скажу, у нас будет больше 230 смен в Красноярском крае, то есть одновременно снимается иногда несколько фильмов, и Красноярский край входит, наверное, в пятерку регионов Российской Федерации по объему снимаемого кино. Но это же скачок вот за эти два, максимум три года произошел. Я не припомню, чтобы там пять лет назад Красноярск был базой для съемки федеральных кинопроектов. Красноярск был базой, как это ни удивительно, в послевоенные годы. У нас снимали все выдающиеся режиссеры, и, скажем, тоже Пырьев, и Михалков, и Колотов. Не знаю, это можно перечитать бесконечно. Это был бум, вот конец 40-х, 50-е, 60-е годы. Но тут заслуга фактуры просто уникальная. Это фактура. А здесь, сейчас мы говорим не только о том, что у нас, да, красивая натура, есть выбрать, где что снять, но и должна быть какая-то профессиональная опора здесь. Есть два таких основных фактора. Один фактор – это меры государственной поддержки, как бы мы ни говорили. Все-таки в Красноярск лететь далеко. Представьте, вы там три самолета актеров, всяких людей отправляете, несколько караванов техники и так далее. Это колоссальные затраты. Вот сейчас снимает фильм «Триэкс Медиа», 20-серийный, семейная драма, там, «Таежный роман» или «Уронин» называется. Они будут работать все лето, июнь, июль, август. Надо же где-то жить, кормить и так далее. Поэтому, если мы помогаем им с получением разрешений на съемки, договариваемся, там, о перекрытии какой-то дороги, и хотя бы частично компенсируем, как малому и среднему бизнесу, деньги, которые они здесь потратили, а потратили они их на что? Заплатили местным гостиничным за кейтеринг, оплатили труд наших актеров, наняли транспорт, ну и так далее. Это вот одна сторона. И вторая, о чем вы правильно говорите, нужна техника и специалисты. И если, например, на тот же «Красный яр» в 1922 году приезжало 90 человек, съемочная группа была с актерами и специалистами, и пять фур техники пригнали, то последние сериалы прошлого года, там, первый «Невский», первый «Отдел» и так далее, приезжало 10-12 человек, режиссер-постановщик, художник-постановщик, оператор-постановщик, две-три звезды, а остальные все местные. И на площадке работают, и декорациями занимаются. Соответственно, как индустрия тоже работает и делает для создателей процесс более доступным. Да, это все же считают деньги, вы же понимаете, фильм это, конечно, очень красиво, но это еще и финансы. Поэтому привлекает что в Красноярске? И вот в Калининграде это же привлекает, и в Перми. Там есть специалисты второго плана, которых не надо тащить, ты заранее с ними договорился. Там есть актеры. У нас есть такой сайт, кинокоммишн.ру, где представлены все наши актеры, и видео, и фото, и их амплуа, портфолио, локации наши наиболее интересные, как получить разрешение, какая техника есть. У нас, например, есть оборудование, которого нет ни на Урале, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Например, мини-долби-студия звукозаписывающего Енисей кино появилась. Совершенная современная светобаза, они называют, но это бесшумные генераторы со светом. Мне казалось, что это очень дорого никогда не окупится. Это два года окупается. Сейчас частный бизнес стал приобретать такую же оборудование. У нас появились всякие гримвагены, прочие всякие трейлеры, которые можно использовать, и так далее, и так далее. То есть идея начинает обрастать костями, потихоньку мясом. И вот я еще раз повторю, сейчас «Триэкс Медиа» снимает этот фильм «Ронин». 90 актеров, только три прежних, все работают наши. И режиссер даже доволен не потому, что они из экономии это делают, а потому, что это свежие лица. Герои же сериалов, вы сами понимаете, переходят из проекта в проект. И наши некоторые актеры, снявшиеся в «Красном Яре», уже второй десяток открыли фильмов, которые они с этого времени снимались и практически забросили театр. Получается, что вот такая база создается не только благодаря тому, что есть люди, которым интересна эта сфера деятельности, но и есть в том числе и государственные усилия, ну региональные усилия. Вот приняли закон, который достаточно быстро позволил компенсировать часть затрат на кинопроизводство. Какие еще вот такие инструменты? Ну что предусмотрел? Смотрите, «Енисей кино» — это компания, которой скоро уже будет 90 лет, и она занималась всегда кинопрокатом. Мало кто знает, что у нас 230 киноустановок государственных и муниципальных в Красноярске. До сих пор, да. Из них там 31 самых таких совершенно, плюс частные. Им вменили сейчас заниматься кинохроникой. У нас, если вы помните, был филиал Свердловской киностудии, он, так сказать, в середине 90-х закрылся. Мы восстановили «Енисейский меридиан», ежемесячно выходит этот выпуск, 15 минут, три сюжета самых интересных и ярких событий уходящего месяца, плюс огромные массивы информации, седают на сервере, записываются какие-то известные люди, почетные граждане, пытаются уловить какие-то приметы времени. Это очень важно было. Создан там отдел специальный, который занимается оказанием помощи компаниям, которые снимают. И сейчас я вам скажу, и наши кинокомпании, а их у нас около 20 действующих, а реально еще больше, и иногородние компании, для них «Енисейкино» – это дом родной, они постоянно на связи, они с ними договариваются по актерам, по съемкам, кто куда летит и так далее. Это такой прямо штаб по организации съемок на территории края. Вот из первой части нашего разговора получается, ну, как сказать, вы кристаллизовываете такой вывод, что, да, Красноярск сегодня, может быть, не один из центров, но одна из точек роста, где российский кинематограф развивается. И, естественно, наверное, здесь какую-то образовательную среду усилить в этом отношении. Я возвращаюсь, собственно, к началу разговора про Институт киноиндустрии. Как он возник? Дело в том, что когда мы стали… Вот в чем проблема нашего, действительно, кинокластера, как модно говорить, или как ни угодно не назови. Снимается очень много кино, оно достаточно качественное, но у нас снимает Москва и Питер. Ну, у нас… То есть местные производители, они работают, но они работают как-то вне вот этого сегмента… Ну, нет, они встроены в эту систему, они там получают субсидии, дело не в этом. Просто несопоставимый затрат. В Якутии, например, снимают только местные кино, киношники. И гремит на всю страну. Да, всех регионов касается. Это и Краснодарского края, и Пермского края, где много снимают, и Нижнего, и Калининграда. Много приезжих кинокомпаний, свои снимают достаточно мало. Мы считаем, что у нас вот резерв роста колоссальный – это начинать самим снимать кино. Для этого нам нужны кадры, потому что мы готовили два года последних, ну, в таком частном порядке, с помощью кинокомпаний и федеральных, и наших, специалистов второго уровня, так называемых. Те, которые помогают режиссеру-постановщику, оператору-постановщику. Это важно, не второго класса, второго уровня, второго уровня. То есть это высокого класса специалистов, да. Часть людей работает зимой, особенно и в Москве, и в Питере, но они здесь тоже все задействованы, они расписаны, их все знают и так далее. Но теперь нам хотелось бы, чтобы мы подготовили своих продюсеров, которые могли бы этим заниматься, ну, по возможности режиссеров и операторов. Потому что даже наша компания, вот мечта та же, о которой мы говорили, которая снимает, она приглашает, ну, режиссер, слава богу, наш, операторы всегда приглашенные, ну, художник приглашенный, звезды приглашенные, ну, это нормально, это же такой вариант. Вот Хакасы, наши соседи, они снимают тоже очень много, они тоже только сами снимают, к ним мало кто приезжает работать. Фильмы имеют, у них достаточно успешно реализуются и в финансовом плане, и таком содержательном. То есть они окупаются в прокате, но они в региональном прокате окупаются? В федеральном, конечно, в федеральном, да. У них тоже такая же система, местный только продюсер, там, режиссер, сценаристы у них и новосибирские, и московские, и томские, оператор у них из Барнаула, в основном, из Кемерово, из Казани приезжает. То есть это нормальная такая совершенно ситуация, но когда мы в конце прошлого года собирались и подводили итога года с руководителями кинокомпаний красноярских, мы сошлись на том, что нам нужно что-то делать с образованием. Желательно дать возможность, чтобы способные талантливые ребята, которые интересуются кино, могли бы здесь и высшее образование получить, и остаться работать, и реализовать какие-то свои проекты. То есть в рамках деятельности Института киноиндустрии, который только строится сейчас, да, он образован, но он будет защищать свои программы образовательные, как я понимаю, и когда вас ждет эксплуатации? Ну вот смотрите, мы начнем работать активно с людьми, я думаю, что в сентябре. То есть уже брать людей на программы образовательные? Да-да-да, я думаю, что мы начнем, у нас, поскольку он называется правильно, научно-образовательный центр, Институт киноиндустрии, СФУ, значит, у нас задача какая сверху? С 25-го года начнет работать магистратура. То есть люди, имеющие какое-то базовое высшее образование, поступают в магистратуру. Специальность там у нас будет организатор киносъемочного процесса, продюсер. Почему на этом именно остановились? Потому что это такая профессия, которая объединяет людей разных профессий, генерирует, объединяет, сохраняет. И будет обучение построено таким образом, что первый год они погружаются в профессию, имея базовое, гуманитарное, техническое, неважно, образование. А второй год реализуют свой творческий проект. Это или документальный фильм полнометражный, или короткий метр игровой. И одна из задач Института киноиндустрии – это создание такого своего продюсерского центра, который бы поддерживал молодые таланты. Мы хотим начать осенью со сценаристов. Я думаю, что в конце июля, начале августа мы объявим конкурс именно сибирских сценаристов, потому что… Говорят, что я прошу прощения, вклиниваюсь, но я слышал неоднократно, и здесь, в этой студии, мы когда разговаривали про недавний кинофестиваль «Герой» с Ирой Беловой, то есть все говорят о том, что колоссальный дефицит профессиональных сценаристов в России, во всех сегментах в кино в первую очередь. Но это абсолютная правда. И еще не менее важно, что я разговариваю с коллегами, тем же Алексеем Олешковским, который президент гильдии сценаристов Российской Федерации, когда они объявляют конкурс, примерно полтора процента провинции, а так все это Москва, и отчасти теперь, потому что там готовят сценаристов. Нам хотелось бы, чтобы сценарии были в том числе и про Сибирь, и про более реальную жизнь, более приземленную. Потому что сейчас я читаю сценарии, это сплошные какие-то фэнтези, какие-то вурдалаки, это в общем ничего не имеет общего с том миром, в котором мы здесь сейчас живем. Поэтому, скорее всего, мы это первое проведем. Потом есть колоссальная потребность в специалистах, режиссерах монтажа и кинооператоров. Это будут курсы разные, начиная от ликбеза, ликвидации безграмотности, они могут месячные быть, трех-шестимесячные, и будем готовиться к магистратуре. Это у нас вот такие самые ближайшие планы. Какие условия вообще доступа к этим программам? Как вы планируете конкурс, платное обучение, по заявлению, кто захотел, тот пришел, проучился? Это зависит от уровня программы. Потому что, во-первых, есть программы, будут для студентов Сибирского федерального университета, как дополнительное образование. Оно для них будет, я так понимаю, или совсем бесплатное, или с какими-то минимальной оплатой. То есть, предположим, человек учится на журналистике, да? Да, ну и хочет там освоить профессию режиссера монтажа, например. Ну, пожалуйста, там он ходит, занимается. А вообще, курсы по всей стране у нас и в мире, они платные все эти. А как решается поддержка талантов? Мы тоже об этом думаем. Если, получается, появляется какой-то очень одаренный, талантливый человек, ему ищут персональную стипендию, ну, от какого-нибудь бизнеса. И они оплачивают его учебу, понимая, что у него есть какие-то перспективы. Ну, а опыт же такой есть. Например, 3Х помогает, 3Х медиа помогает в Санкт-Петербурге несколько лет, да, готовить специалистов. Ну да, 2 года. Делая таким образом, мы Енисей кино отбирали здесь молодых и не очень молодых людей, которые хотят заниматься кино, но пока не очень что-то умеют. Они летели за свой счет в Питере, те их бесплатно селили, кормили. Они половину времени учились в Институте кино и театра, а половину времени работали на съемочной площадке. То есть, конверсия высокая? Что? Конверсия высокая, то есть, как бы... Ну, нет, мы получили где-то чуть больше 40 человек, но самое главное, они 100% все устроены, все работают. То есть, ни один не бросил... Ну, это не просто так, потому что, в принципе, люди приходят уже такие более-менее... Почему еще и магистратура? Человек понимает, зачем он идет. Он хочет строиться в индустрии, работать в профессии, а не просто получить корочки. Поэтому вот с кем бы я ни разговаривал, и в Питере, и в Москве, и вообще по разным всяким форумам, которые киношные проходят, все сходятся на том, что в кино лучше приглашать людей, состоявшиеся какие-то более повзрослее, и у которых есть какое-то базовое образование. Неважно, техническое, физическое, естественное, гуманитарное. Если у него к этому тяга есть, и Боженька поцеловал, то он реализует... А как вот эту тягу? Ну, то есть, еще раз, просто... Ну, обычно это... Вот я сижу перед телевизором, сейчас слушаю наш разговор и думаю, ну, это для меня или для меня? Мне кино нравится, мне интересно. Ну, смотрите, по сценариям будет примерно так построено. Да, не примерно, а так и будет. Объявим конкурс, получим какие-то синопсисы, заявки. Специалисты отберут, не знаю, 20-30, с ними побеседуют. Если далеко по телефону поговорят, если можно очно-очно побеседовать, отберут 6-8-10 человек. Мы пригласим 2-3 хороших профессиональных сценаристов, которые в течение 2-3 недель доведут их до логического конца. Эти сценарии, по которым уже можно снимать и документальное кино, и игровое. И наша задача будет получить под них гранты какие-то, средства, будем выставлять их на конкурсы и так далее. То есть, первый этап работы института будет выглядеть так. То есть, конкурсные заявки, группа финалистов, да, и с ними уже реализация конкретного их продукта. Это касается сценаристов точно. На основе немножко проще. Вообще принцип такой. Человек приходит, он же платит деньги, с ним беседуют, просто задают ему какие-то вопросы. От кого-то сразу отказываются, считают, что это причуды, прихоти. Может, не надо, деньги тратят. Зачем? Если есть какой-то взаимный интерес, и понимается, что у человека есть к этому способности, то его приглашают, и он участвует в учебе. Дело в том, чтобы вы понимали, группы очень маленькие будут. Потому что нормальная работоспособная группа – это все равно принцип мастера какого-то человека, который с ним плотно работает. То есть это не 25 человек? Ну, это 10-15, обычно больше не набирают. В противном случае просто не дойдут до человека руки. Он же приходит туда не сочковать и отсиживать, платит деньги для того, чтобы получить навыки профессиональные. Соответствующую долю внимания преподавателя, конечно, к себе. Конечно. Ну и потом, поймите, вот, например, вот даже сейчас тот опыт, что два года мы занимались образованием на частном порядке, да, если у человека нет практики, хотя бы половину времени он обязательно должен заниматься теорией, задавать вопросы преподавателю, который его волнует, а потом все это проверять на практике и говорить, да, у меня не тому учили, да, у меня вот это интересует, вот это. Тогда будет гарантия, что человек, а, устроится на работу, и, б, мы как бы учим тому, что востребовано сегодня в производстве. Кстати, у нас мы договоры уже заключаем, 3Х медиа заключается с ФО, они будут нашим базовым индустриальным партнером, мы с московскими двумя компаниями заключаем договоры, со всеми красноярскими, все готовы брать наших студентов на стажировку, на практику, ну и потом человек может учиться, условно говоря, на режиссера, а в итоге станет, не знаю, телеоператором или продюсером, это кому как ляжет. Ну, то есть, я правильно понимаю, что фактически одно единственное условие иметь за плечами бакалавриат, причем неважно какой? Ну да, или специалитет, но это для поступления в магистратуру, а вот в эти курсы повышение квалификации, доп. образования, там, в принципе, неважно. Я должен сказать, кстати, что, должен коллег как бы попродвигать, у нас же есть прекрасный колледж предпринимательства и услуг, название ни о чем не говорит, но он ходит в пятерку колледжей, где готовят специалистов как раз дизайнеров, звукорежиссеров, ювелиров. Как раз, креативная индустрия. В этом году, кстати, они начинают набирать на кино. У них прямо специально получили разрешение, у них первый набор будет. Там после девятого класса принимают, можно после одиннадцатого. ЕГЭ и ЕГЭ не нужны, по аттестату принимают. Мне, кстати, кажется, что вот как раз система специального образования подчас лучше готовит специалистов для реальных отраслей, чем система высшего образования. Ну, просто есть профессии, условно говоря, у них там же есть и стойлеры, и сварщики, и так далее. Например, делать декорации точно лучше людям с руками, чем как бы с фантазией большой. Там для этого есть художник, который все нарисует. Наверное, есть профессии, где все-таки нужно базовое образование, и у продюсера, и у режиссера, да и у оператора, ну какие это профессии. А часть, наверное, вполне достаточно среднеспециального. Зато человек быстро в молодые годы получает ремесло в свои руки, как сейчас модно говорить, скиллс, навыки какие-то, да, и встраивается в эту систему. С другой стороны, что сейчас немножко попроще стало с возрастом. Там очень маленькие, юные, слишком дети. Не всегда их можно брать в экспедицию, но там есть всякие ограничения. Но выпускники точно, я думаю, могут работать в индустрии. Можно вот вдруг мне мысль такая пришла в голову какую-то аналогию привести с институтом, который изначально назывался Поле Бакюза, теперь просто институт, который готовит шеф-поваров с высшим образованием. В СФУ. Можно считать, что вот киноистория, киноиндустрия, ну по похожей модели будет развиваться, ну и станет... Потому что мало где в России учат, дают высшее образование в сфере кинопроизводства. Ну, так сказать, связь прямая, честно вам скажу. И институт Поле Бакюза или институт гастрономии, как там, да, они протоптали дорожку, они тоже начинали научно-образовательный центр из кулинарного техникума, условно говоря, шеф-повар. Филиалы в нескольких университетах страны собираются открывать. Набирали, потом это все росло. Индустрия, почему, какой у них был, так сказать, источник роста? Ресторанная индустрия поняла, что они реально готовят классных специалистов, и в них надо вкладываться. И у них, в принципе, они же за государственные деньги. У них сейчас очень дорогое обучение, у них лучшая техника оборудования, у них лучшие шеф-повара, лучшие стажировки и так далее. У них лучшая экскурсия для приезжих участников самых важных форумов, которые в Красноярске. И в этом смысле, конечно, мы тоже рассчитываем, что они этот путь прошли там за 3-4 года, но, не знаю, будем стараться, может быть, пытаться пойти по их пути. И точно так же создавался институт нефти и газа. Они за счет чего живут? У них ключевой партнер Роснефть, у них есть государственный заказ, у них особая система подготовки. Ты можешь в любое время прервать обучение, уйти работать мастером, помощником бурового мастера. В зависимости от уровня достигнутого прогресса в образовании. Да, достигнутого прогресса. Потом и снова вернуться дальше учиться. Мы тоже считаем, что человек... Мне кажется, вот эта аналогия тоже интересная. И киноиндустрия, слово не случайное. Да, да, да. Потому что мы, как сказать, относимся теперь к кино, ну, не только как исключительно, вот, как сказать, выражению, там, таланта, да, уникального какого-то видения художника, но это все-таки на 90% технология. Конечно, да. Но на самом деле, мы же прекрасно понимаем, много знаем о творческих профессиях, разговоров вокруг много, но если человек не обладает элементарными навыками, он не может состояться в профессии, никакой бы он одаренный человек не был. Так и здесь. У нас, смотрите, не то, что не отменял, в гуманитарном институте готовят кинокритиков, например. Они есть, они никуда не делись. Это нормальная профессия, но они действительно обладают базовую, они философию изучают, так сказать, обладают историей искусств и так далее. Я думаю, что на магистратуре будут преподаватели с гуманитарного института тоже читать и заниматься с нашими студентами. Ну, то есть будут преподаватели местные, наверняка будут... Вот, если возвращаться к гастрономии, да, интересно, ну, известен российский феномен, просто суперресторанов в Красноярске, которые, ну, там, уверенно себя чувствуют на рынке. И понятно, откуда запрос на профессиональных участников этого процесса, откуда опыт, преподавание, ну, то есть сообщество мощное. Кино, вы же говорите, что в большинстве своем в Красноярске работают компании из Москвы и Санкт-Петербурга. То есть местных таких образовательных кадров, ну, недостаточно, чтобы процесс... Нет, ну, смотрите, во-первых, очень много красноярцев работает в Москве и Петербурге в индустрии. И вот у нас в этом году зайдет с фильмом, будут заходить красноярцы, которые снимали, например, послушник снимала, продакшеном занималась компания «Мустан», которая возглавляет Шорохов, это наш красноярец. Ну, вообще-то да, да. Да, он приедет снимать здесь фильм, по-моему, дедушка начнет, он будет в этом году начнет осенью и заканчивать будет в следующем году. У нас Владимир Пермяков, он больше занимался, конечно, постпродакшеном и маркетингами, с вопросами, выпускник нашего, Эфияка. Вот сейчас он выступил продюсером фильма «Блиндаж», который на 9 мая прошел там по федеральным, мы федеральных каналов и зашел в прокат. Он собирается снимать фильм в следующем году, как продюсер у нас, про Масленицу. И там с иностранными актерами. Эти люди и будут участвовать в образовательном процессе? Я думаю, что это... Или они просто руководят практикой, что тоже, конечно, важно? Ну, смотрите, во-первых, там нормально, в ИСФУ есть киноклуб, но мы хотим как-то в него, так сказать, в эти старые меха влить новое молодое вино, предпремьерные показы. Вот сейчас у нас работают режиссеры, у которых довольно серьезный багаж, актеры довольно известные. Они готовы всегда прийти с студентами, пообщаться, ответить на вопросы. Но эта встреча творческая, это немножко другая история. Но многие готовы приехать и поработать здесь, допустим, неделю, как в поле Бакьюза приезжают шеф-повара из Москвы, там, из Петербурга, из других городов. То есть, в принципе, я понимаю, что, в принципе, программы же написаны, да? Да, программы есть. Программы написаны, и по ним просто нужно, ну, следовать и так далее. Но вот эти вкрапления, ну, скажем так, звездных специалистов... Ну, они обязательно, потому что это стимулирует людей. Они понимают, особенно когда знают, что этот человек закончил, условно говоря, там, 33-ю школу или там какую-нибудь там 10-ю, состоялся как кинодеятель где-то в Москве в других городах. Ну, а чем я-то хуже? Я тоже могу это сделать. И я скажу, что к Красноярскому обращался, они все с энтузиазмом поддерживают эту идею, готовы приезжать, вести какие-то занятия. Единственное, они переживают, что они могут много практики рассказать, но не очень подготовлены теоретически. Но теоретики есть, теорию есть, кому преподавать, практики не очень много. Можем мы, подводя итог, разговору небольшому, но важному, просто на старте институт, да, все-таки, можем мы сказать, что есть амбиция у Красноярского края, у Красноярска стать просто лидером не только в сфере, там, количества съемочных дней в году. Здесь мы уже хорошую позицию занимаем, по факту. Можем мы говорить о том, что Красноярск может стать одной из немногих площадок образовательных для специалистов киноиндустрии в стране. Ну, хотелось бы, я думаю, что может точно. И должен сказать, за что бы мы ни брались, красноярцы, как правило, через какое-то время показываем довольно достойный результат. Потому что я вспоминаю, когда там три года назад я приехал на первую московскую креативную неделю, мы участвовали там в секции кино, и я там пытался как-то затащить людей в Красноярск, что-то рассказывал. Нас смотрели так, ну, как, скажем так, ну, очень наивных, диких сибирских людей. А когда ребята из Хакасии сказали, мы хотим вот снимать кино, они говорят, ну, слушайте, где Хакасия и где кино? А где это Хакасия-то, кстати, находится? Поэтому, и когда вот через два года нас начали приглашать везде, и мы начали рассказывать, как нужно организовать эффективно взаимодействие органов власти с творческой интеллигенцией, для людей это было открытием. Хотя мне кажется, что все лежит на поверхности, но в Красноярске есть такая привычка, взяли и делаем. Мне нравится, что сроки, которыми вот вы оперируете в разговоре, год, два, три, не пять, десять, казалось бы, да, а вот, это чуть-чуть подождать, еще весна, лето, осень и следующий этап. Ну, что, я желаю удачного старта отличных студентов и преподавателей Институту киноиндустрии Сибирского федерального университета. Напомню, у нас в Гластях был Василий Нелюбин с недавнего момента, директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета. Я, Максим Гуревич, желаю вам удачи. Смотрите кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok